Понимаешь, вот эта привязанность к политической повестке, она стала меня утомлять тем, что мне кажется, что они все помешались на Путине. Что Путин у них живет под диваном, под подушкой у них Путин. В колыбели вместо ребенка у них тоже лежит Путин. Понимаешь, они открывают холодильник, оттуда на них смотрит Путин. Они окружены Путином, они сами себя им окружили, и ни о чем другом не хотят ни думать, ни разговаривать. И так далее. Владимир Владимирович Путин, президент Российской Федерации, не занимает в моей жизни такого места, которое он занимает в их жизни. Кто бы мог представить, что Владимир Владимирович Путин спустя всего лишь три месяца с выхода этого интервью все же займет в жизни Авдотьи Смирновой очень важное место. Путин в ее семье вдруг оказался и под подушкой, и под диваном, и в холодильнике. А я не понял, что вы делаете в моем холодильнике? С начала войны в Украине Путина стало так много, что Авдотье пришлось уехать из России, вслед за своим мужем Анатолием Чубайсом. Это видео именно о нем, о человеке, который сыграл важную роль в жизни самого Путина, по сути привел к власти Анатолий Чубайс. Он покинул Россию, ему есть что сказать и рассказать, но он продолжает публично отмалчиваться. Чтобы этот ролик увидело больше людей, ставьте лайк, это всегда помогает продвижению нашего контента. Также подписывайтесь на канал на Вайны Лайв и становитесь его спонсором. Можно сделать донат криптовалюты или воспользоваться функцией Суперспасибо. Это известное фото, которое облетело российские СМИ спустя месяц после начала войны. Анатолий Чубайс, один из идеологов экономических реформ начала 90-х, совершает финансовую операцию у банкомата в Стамбуле. Человек, чья фамилия уже давно стала нарыцательной, запечатлен в, прямо скажем, непривычных для себя условиях. Многие тогда наверняка вспомнили известное видео с новогоднего корпоратива 2015 года, где тогдашний глава Руснана спешит порадовать топ-менеджмент госкорпорации грядущими премиями. У нас очень много денег. Их просто вот совсем много. И именно поэтому у нас появилась возможность не просто ворочать большими деньгами, но еще и уложить их в нашу долгосрочную стратегию. Совет директоров утвердил нам возможность, из полученной нами сверхплана премии по итогам 2015 года, направить ее значительную часть на выплату премии из экономии фонда заработной платы. Значит, у нас есть вторая премия, помимо первой. Неудивительно, что фото Чубайса у банкомата вызвало шквал реакции. Кто-то иронизировал, кто-то сыпал проклятиями в его адрес, другие удивлялись эпохальности момента. Но стало ясно, что Чубайс покинул Россию. Это был не просто самый высокопоставленный чиновник, который уехал с начала войны. У банкомата в Стамбуле стоял человек, который привел Путина к власти. Это сегодня Путин – главный злодей планеты. В 1998 году газета «Коммерсант» про назначение Путина руководителем ФСБ писала, что им стал главный чекист из команды Чубайса. Годом ранее Анатолий Борисович предложил Валентину Юмашеву, главе администрации президента, взять на работу сильного кандидата, с которым он работал в Петербурге. Кого? Владимира Путина. Да, именно Чубайс протоптал Путину тропинку во власть. Путин не остался в долгу, и в последующие 20 с лишним лет Чубайс мог не беспокоиться о своем благополучии. Несмотря на колоссальный народный антирейтинг, связанный с грабительской приватизацией в 90-х, Чубайса всегда находилось теплое казенное, а главное – сверхдоходное местечко наверху. С приходом Путина в Кремль в начале нулевых Чубайс продолжил возглавлять РАУ ЕС Россия – корпорацию, объединявшую все активы энергетической системы страны. В 2008 году Чубайс возглавил другую госкорпорацию «Роснано». Многие наверняка помнят, как Анатолий Чубайс презентовал Путину нано-ридер, который должен был заменить в школах обычные учебники. Этот, как и многие другие проекты «Роснано», провалились. Госкорпорация терпела колоссальные убытки. Но Чубайс все равно оставался непотопляемым, и в конце 2020 года был назначен на пост специального представителя президента по связям с международными организациями для достижения целей устойчивого развития. Как показала дальнейшая история, устойчиво развиваться с международными организациями, мягко говоря, не получилось. Это был короткий экскурс в чиновничью биографию Чубайса при президенте Путине. Чтобы показать, Анатолий Борисович пользовался всеми привилегиями Кремля и обладал статусом непотопляемого, несмотря на весь сомнительный бэкграунд, который тянулся еще с 90-х. При этом Чубайс продолжал ошибочно восприниматься многими как приверженец либеральных взглядов. Поэтому был очень удобный груша для битья со стороны российской пропаганды. То, что можно журналистам, нельзя делать вот этим жалким пропагандистам, которым очевидно является Чубайс. Вот он как раз пропагандист, пропагандирующий идеологию антикоммунизма и расчеловечивания. Да, все эти годы Чубайс занимал уникальное место. С одной стороны, пользовался путинской протекцией. И все это знали. С другой, на Чубайса можно было вешать все грехи. И лихие 90-е, и проклятый либерализм, и неудача госкапитализма. Очень удобная во всех отношениях фигура. Чубайс отлично знал, каким магическим воздействием обладает его фамилия. И отлично выжимал из этого дивиденды. Нужно быть страшилкой из 90-х для путинского электората? Пожалуйста. Нужно поизображать из себя либерала? В 2008 году оппозиционер Борис Немцов вместе с Владимиром Миловым презентовали доклад «Путин. Итоги» об удручающих результатах правления Владимира Путина. Немцов и Чубайс входили в полицовет Союза правых сил. Пока один из них выступал с жесткой критикой Путина, другой всеми силами пытался сгладить ситуацию. Вот что в те дни писал об этом коммерсант. По словам собеседника «Твердого знака», докладом был недоволен член полицовета СПС, глава РАО ЕС Анатолий Чубайс, ознакомившийся с его содержанием на одном из сетевых ресурсов. По их утверждению, по поводу доклада господина Чубайса вызвали в Кремль. Ему объяснили, что доклад – бомба, вещь, которая взрывает ситуацию. Позднее Чубайс поможет Кремлю ликвидировать СПС и поучаствует в других псевдо-либеральных кремлевских проектах. Чубайс всегда понимал свою роль и полезность, которую он может иметь для Кремля и лично Путина. И они оба этим пользовались. И все же с начала войны в Украине Чубайс покинул Россию. И многим тогда казалось, что вот сейчас Чубайс может наконец совершить поступок. Что следующим его шагом будет деятельное раскаяние и громкое осуждение чудовищной войны. Многие думали, что Чубайс выступит с критикой самого Путина. Но шли дни, шли недели, месяцы. Чубайс как молчал, так и продолжает молчать. Единственное его послание, которое с натяжкой можно назвать антивоенным – сообщение на Фейсбуке от 19 марта. Егору Гайдару сегодня исполнилось бы 66. Всего 66. А после его ухода в 2009, кажется, прошла целая эпоха. В наших спорах о будущем России я не всегда с ним соглашался. Но, похоже, Гайдар понимал стратегические риски лучше, чем я. А я был неправ. Понадобится «Энигма», чтобы расшифровать антивоенный посыл этого поста. Гайдар, автор книги о крушении СССР «Гибель империи», в своих статьях предупреждал об опасности послимперской ностальгии. Чубайс, в свою очередь, называл основной задачей России строительство либеральной империи. Спасибо, конечно, но от человека, который привел Путина к власти, который все эти годы возглавлял госкомпании и, как он сам выразился, ворочал большими деньгами, хотелось бы более ясной позиции по войне с Украиной. Поделитесь с людьми, что вы чувствуете, когда путинские ракеты прилетают по домам, когда дети теряют своих отцов на войне, когда родители плачут на тело бездыханного ребенка. Вы чувствуете и свою причастность за то, что сейчас происходит в Украине? Всего один пространный пост с зашифрованным посланием на Фейсбуке. Ваших фотографий в аэропортах, в барах, с тележкой в магазине за эти месяцы скопилось куда больше. Уж было время подумать и высказать свою позицию публично. Понимаю, Анатолий Борисович, вы за эти годы привыкли мастерски балансировать, усиживаться на всех стульях одновременно. Но время полутонов и полунамеков закончилось с начала войны. Вы слишком громко молчите, Анатолий Борисович, вместо того, чтобы тихо, но все же заговорить.